Цик разморозил деньги, а это почти 15 миллиардов рублей, которые должны будут потратить на проведение голосования по поправкам в Конституцию. Процесс пошел, господа, но дело не в этом. Меня другое умиляет, а конкретно вот что. Нам с утра до вечера рассказывают о страшном кризисе, от которого, кстати, экономисты в правительстве до сих пор не знают, чего ожидать. Предложений по антикризисным мерам у них нет, плюс эпидемия коронавирусная подкосила и без того не самую передовую российскую экономику. Путин под камеры дает распоряжение чиновникам, мол, коллеги, необходимо дорожить каждым рублем, а что на деле? А на деле кучу денег собрались потратить на проведение какого-то никому не нужного голосования. Я не оговорился сейчас, оно не нужно никому. И все равно ничего не решает, да Памфилова уже все сказала по этому поводу, забыли. Напоминаю. Уже и так мы все понимаем, что уже та процедура в соответствии с ныне действующей Конституцией, которая проходила, она уже легитимизирует те поправки, которые приняты. Она абсолютно легитимна уже. То есть состоится голосование или нет, результат мы знаем уже сегодня. Он озвучен главой Центральной избирательной комиссии. Однако 15 миллиардов на устроение процесса, давайте все-таки ухнем. Еще большую кучу денег планируют спустить на проведение парада победы задним числом. Не менее бестолковое решение. По-моему, зачем? Праздничная дата уже прошла, она была 9 мая. Какой смысл в параде теперь, да и в парадах ли вообще дело? Для кого День Победы действительно святой праздник, он его отметил даже в условиях изоляции. Такому человеку не нужны вот эти вот железные дуры, едущие по улицах, марширующие солдаты. Да и люди, пережившие ту войну, я уверен, поняли бы все правильно. Они войну пережили. Повторюсь, они прекрасно знают, когда время и когда не время. Что-то праздновать? Показуха нужна лишь скользким политикам, которым рейтинги необходимо собственные спасать. Вот и вся тайна мадридского двора. Ах, ну да. Еще горы бюджетных рублей. Кто-то на двух этих историях попилит. Больше-то деньги нам ведь потратить не на что, верно? Начинаем! Еще немного о том, как тратятся народные сбережения и о приоритетах действующего режима. Сначала про то, как тратятся. Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов в условиях кризиса. Красиво звучит, согласитесь. Ну а теперь к некрасивому, а точнее к конкретным фактам и к простой арифметике. Во-первых, дотации получат не все, а только 56 регионов. Размер налоговых и неналоговых поступлений в которых по состоянию на 1 мая упал по сравнению с двумя предыдущими годами. Ну пока все понятно, да? А вот теперь во-вторых, и это уже интереснее, до сих пор остается неясным, по какому принципу эти деньги собираются распределять. То есть кому сколько достанется? Ответа на этот вопрос нет. У меня, правда, имеется предположение, но это мое личное мнение. Возможно, между претендентами устроят какие-то торги коррупционные. Кто из губернаторов пообещает больше откат, тому больше и отломится. Нет? А вот теперь пришло время рассказать о приоритетах нашего государства. Дело в том, что одновременно с новостью о дотациях для регионах, только что говорили, прилетела еще одна весть не менее познавательная. Я вам сейчас ее зачитаю. 22 мая Минобороны России заключила контракт на производство и поставку двух вертолетоносцев. Сумма контракта тоже 100 миллиардов рублей. Я просто прошу сейчас вас взвесить два этих факта. 100 миллиардов направили на поддержку 56 регионов целой страны. Регионов, которые больше других пострадали от кризиса. И 100 миллиардов на производство двух корабликов для военных. Ну, взвешивайте, взвешивайте. Причем, обратите внимание, войны за окном не наблюдается. Зато за окном наблюдается ситуация, когда люди взывают о помощи. Когда разоряются целые предприятия и даже отрасли. Когда миллионы людей остаются без работы, а значит без средств существования. Когда цены из-за обвала рубля и рынка углеводородов ползут вверх. Да, сейчас пока мы этого не замечаем. Потому что в магазинах продают уже произведенную продукцию. Произведенную в докризисные времена. И спасибо коммерсантам на самом деле. За то, что не пытаются шкурить и наедать харю на общей беде. Но однажды-то с суровой действительностью нам с вами столкнуться придется. Когда придешь ты в магазин, а молоко уже не 60 рублей стоит, а 80-100. В пакете гречки не 800 граммов, а 700. И ты поймешь, что ты ведь 10 тысяч, что ты припрятал на черный день, хватит не на две недели, а на одну. Будет ли тебя в этот момент греть мысль о том, что Минобороны зато два новых корабля получат? Ага, о том, что парад пройдет в обозримом будущем? Не знаю, как вы. А я считаю подобное подлостью. Это реальная журналистика. Вот хочется рассказать о чем-то хорошем, а не о чем. Поехали! Дорогие друзья, я не часто это делаю, но в данный момент мне, наверное, и не хочется оставаться равнодушным. Предысторией послужило недавнее знакомство с одной женщиной, которая возглавляет общественную организацию «Солнечные дети». Есть особые дети, дети с синдромом Дауна. Кто-то их считает инвалидами, но факт остается фактом. Они уже есть, их огромное количество. А вот что делать с такими детьми? Как их правильно воспитывать? Какие шаги необходимо предпринимать? Родители зачастую не знают. Этим людям помогают те, кто сами прошли через нечто подобное методом проб и ошибок, придумали и внедрили нужные методики. Каждый год рождается вот сейчас около 30 детей. Когда организация только появилась, это была цифра около 60. То есть, получается, больше 40 детей оставались в детском доме, и только 15, 10 детей оставались в семьях. Вот с ними мы начали заниматься. Самое первое, с чего мы начали, это ранняя помощь. То есть делились опытом наши иностранные коллеги. Мы смотрели маленькие ступеньки, были такие пособия. В данный момент благотворительная организация «Солнечные дети» испытывает определенные финансовые трудности. Нужны новые помещения, появились дополнительные расходы. По части программ прекратилось финансирование со стороны государства. Виной тому кризис в том числе. Никого ни к чему не призываю, но если сможем помочь, давайте это сделаем. Реквизиты организации внизу. Помните, пару выпусков назад говорили о врачах скорой помощи из Нижнего, что посетовали на отсутствие обещанных Владимиром Путиным доплат за работу в условиях пандемии? Врачей этих затем тамошний министр здравоохранения Мелик Гусейнов обозвал провокаторами, а Демарш, устроенный медиками, отрежиссированный заказухой. Ну да, по всей стране ведь волна пошла. Оказалось, что не платят сотрудникам скорой везде. На этот раз из Новосибирской области крик о помощи раздался, из Ордынского района. Угадайте, какой стала реакция властей именно? В местном здравоохранении заявили, что доплаты, в общем, этим людям и не положены, типа именно в этом районе. Случаев коронавируса до недавнего времени выявлено не было, поэтому держите карман шире. Да, сейчас какие-то заболевшие появились, но это же только сейчас. В данный момент деньги начисляются за апрель. В общем, красиво отмазались. Впрочем, что-то мне подсказывает. Когда начнут подводить итоги мая, может так статься, что теперешние больные вообще не ковидом болели. Зараза, со схожими симптомами и всего делов-то. А вот это уже Крым. Мы видели, что прокуратура нашла нарушение по выплатам. Когда стоит вопрос, кто лжет. Находящийся здесь ни один не получил выплат. Ни региональных, ни президентских. Крым, друзья. Туда обычно вообще денег не жалели, но и на полуострове та же песня. Интересно, как Аксеновский отреагирует? В смысле, чего эти врать будут? Вообще, конечно, противно. Ведь только идиот может не заметить, что прослеживается очень нехорошая тенденция. Обманывать врачей во время эпидемии как? Это ведь медики тебя спасать будут. Случись что? Ни депутаты из Единой России. Ни мэр и ни губернатор. Ни премьер-министр и ни президент. А вот эти медики. Могу поспорить, медики и так выполняли бы свою работу, не бузили сейчас. Но вы же им пообещали. За язык никто не тянул. Так выполните свое обещание хотя бы раз в жизни. Тем более, речь-то там о каких-то копейках идет. 50 тысяч докторам, 25. Младшему медперсоналу или история с доплатами. Это тоже часть операции по повышению рейтинга. Сами знаете кого. А Владимир Путин тем временем подписал сразу два новых закона, касающихся выборов в России. Первый. Голосование на федеральных и местных выборах, а также на референдумах, можно будет проводить дистанционно, то есть через сайт госуслуг. Даже через почту России. Это для тех, кто прям слюной исходил еще недавно. Ой, режиму очень нужна явка в день голосования. Ну да, теперь-то мы убедились. Так нужна, что они вообще всю процедуру свели на нет. Рисует ныне какие угодно цифры. Миллион, 10, 20 миллионов голосов. Проверить все равно не получится. Раньше хотя бы просто посчитать можно было пришедших на участки по головам. А ныне избиратели превратились в виртуальные ноунеймы. Крути теперь этот счетчик, как больше нравится. Все равно все законно. Но и второй правовой акт о запрете выдвигаться в качестве кандидатов лицам, неоднократно привлеченным к ответственности за нарушение правил проведения митингов и пикетов. Например, ага, а это вся оппозиция. Системная, не системная, теперь уже не важно. Что-то там говорил во время прошлой избирательной кампании. Я голосовать не ходил, потому что там и не было моего кандидата. Все. Вообще больше никакого кандидата не будет забудь. Дадут тебе представители ЕР и еще какую-нибудь партию сколотят к 21 году из числа сочувствующих. Выбирай. Многие не раз отмечали ваше прекрасное чувство юмора. Вам что, приходилось смеяться над собой? Ну, да, часто. Я часто это делаю. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова